Доброе утро Татьяна, хотели бы узнать Между берегами будет возведена дуга Для проекции шоу Что это за конструкция и что люди на ней увидят Уже возведена Мы решили перестроить всю площадку Поскольку площадка уже у нас четвертый раз И нам не хочется повторяться А удивлять-то нужно чем-то людей Удивлять у нас все сложнее и сложнее Мы считаем, что в прошлом году было очень удачное шоу Мы как бы решили вообще Все там переделать Соответственно, скажем, та конструкция На которой всегда у нас идет проекция Она теперь будет не на косе Она будет вот прям на воде А что это? Какие-то металлические корпуса, каркасы? Да, это очень сложная конструкция Мы ее монтировали несколько месяцев Соответственно, это все идет на дно То есть там как раз все опоры Они там, они под водой Ну и, соответственно, такой полусфера На ней еще такой круг И, соответственно, это у нас будет все И проецироваться Это как экран, да? Ну да, то есть как вот раньше мы устраивали город Еще какие-то такие подобные конструкции Да, соответственно, такая конструкция для видеопроекции Чтобы, в общем-то, нам такое очень красивое содержание Подожди, а как же грибцы? Мне интересно Грибуны, я бы даже сказал Грибуны, да Нет, у нас было все договорено дома Соответственно, все знали Татьяна, а среди площадок мы знаем еще Театральная площадь, Коломенская, Останкино Музей Победы на Поклонке Политехнический музей, Арбатхолл, проспект Академика Сахарова И вход там вот всюду свободный За сколько пишется программа вообще для конкретного объекта? Это же все разные программы будут, правильно? Вы знаете, да, но мы начинаем думать о площадках Прямо, можно сказать, вот сейчас делаем фестиваль Уже, в принципе, понимаем, куда хотим пойти Поэтому, собственно говоря, уже как бы стратегически Все делается вот в прошлом году Сильно заранее А в принципе, ну, где-то к марту, к апрелю Мы как бы понимаем все Ну, потому что это же сколько месяцев пишется сама программа Вот этот видеомэппинг, условно Это несколько месяцев работы Ну, смотря для какой площадки Ну, я могу сказать, что минимум три А, например, вот грибной канал-то сделает целый год Потому что, ну, там слишком много всего Там же у нас вода, огонь Кстати, я хотела сказать, вы сказали Останкино Останкинский парк Парк, да Парк, именно парк, чтобы люди не пришли на пруд И на костантинские башни Не смотрели на башню Ну, давай Ну, что, будет, что? Врубай! Якубович! Вот, кстати, насчет Врубай Интересно, что сами здания Они должны быть полностью выключены Условно выселены Или вы делаете какие-то перекрытия на окна Потому что я помню, что когда На здании МГУ была проекция Там была отдельная история Чтобы все студенты, условно, выключили окна Мы даже заклеивали То есть заклеивали самоклейкой Да, то есть вот с этой стороны Чтобы они принимали свет Да, конечно И то же самое было на Министерстве обороны Чтобы было сложно сделать А сейчас как? Сейчас то же самое мы делали И на Сахарова у нас Чтобы было красиво Поэтому нет У нас все банки давно предупреждены Все помогают Все в курсе Вот все там клеится Все делается Потому что свет, конечно То есть он как бы проходит через стекло И, в общем-то, отражается Будет некрасиво Она важна, чтобы было красиво Татьяна Татьяна, отдельная мощная история Отдельный подарок для москвичей И для всех гостей столицы Для всех гостей столицы Это концерт Дмитрия Маликова Вы знаете, да Это наш, конечно, композитор Который с нами, собственно говоря Вот все дни фестиваля Все годы фестиваля Этот год девятый уже В следующем году у нас юбилей Да, вот в этом году Мы на Коломенском 22 числа Будет ли песня Ты одна, ты такая Ты одна, ты такая Мы, да, мы закажем Прервите нас, Татьяна Обязательно Потому что мы будем петь Я представляю, как идет Концерт просто на рояле На белом рояле Когда обычно играет Маликов Подходит Татьяна и говорит Ну давай, давай, ну ты одна И все Микрофон в студии начинается концерт Дима, Дима, не качаешь Давай одну такую Слушайте, давайте вот представим Что-то невообразимое Сбудется-таки прогноз погоды И в какой-то из них фестивале Будет дождь Вы же сталкивались наверняка С такими историями Вы знаете, мы сталкивались В какой-то из дней будет Но мы очень надеемся Что он будет не сильный Он никого не испугает Соответственно, нужно просто Подготовиться всем, кто идет Нет, насчет этого не переживайте У нас люди пуганные Давайте со светом решим Свет нет На нас ничего не действует Абсолютно Не коротнет Даже при, скажем, дожде Он такой даже более романтичный получается Но лучше пусть Мы как бы романтику через музыку Через свет Сами как бы сделаем Пусть лучше, конечно, дождя не будет Но если будет, не страшно Ну а в случае с Дмитрием Маликовым Мне кажется, еще одновременно Начнутся съемки нового клипа А когда еще можно будет снять В центре Москвы клипец-то, понимаешь? Это же надо сколько перековать Тут все Бесплатно еще, понимаешь? Я могу сказать, что в прошлом году Как раз вот на концерт Один день На Дмитрия Маликова был дождь Но могу сказать, что публика была И было достаточно много Это было в Царице Ну на тон и Маликов На тон и Маликов А мы светим И вообще получается очень красиво А у нас Антон Кабанов Не светит, но отсвечивает Антон Кабанов Привет тебе еще раз Доброе утро еще раз Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте Я тут прочитал об одной Интересной научной постановке Как раз таки на заметку Фестивалю Круг Света Спектакль называется Say Super Strings И в нем смешалась наука И искусство света На сцене играет небольшой ансамбль По крайней мере, в видео, которое Посмотрел я Играли концерт для виолончели Главная фишка этого спектакля Заключается в том, что В момент исполнения На сцену и задник Светом транслировали Мозговую активность Виолончелиста Ему надели ЭГ гарнитуру Которая считывала Все, что происходит у него В голове Затем информация была Отсортирована По дельта, тета, бета И гамма волнам Вот эти все красивые Закорючки И отправлена обратно На сцену В режиме реального времени Создавая эфирную визуализацию Соответствующую Собственно говоря Музыке То есть практически Музыку можно было Не только услышать Но и увидеть Что касается классики То волны были яркими И плавными Но у пользователей сети Разыгралась фантазия И они начали Представлять Что творится в голове У рок-музыкантов Во время исполнения Ну а в нашем случае Что же интересно У Дмитрия Маликова Происходит в голове Ой, там мне кажется В чем-то тяжело В смысле? У Дмитрия Маликова? Нет, ну в смысле тяжело Представить Что там в голове У Дмитрия Маликова Чтобы такие шедевры Давайте я об этом У Дмитрия Маликова В голове Когда он играет на рояле Находится маленький Дмитрий Маликов Который поет Ты Ну она прекрасна Татьяна У меня в связи с этим Вот такой вопрос В рамках фестиваля Круг света Я знаю Проходит еще и конкурс Виджеев Или же Людей Которые создают Эти световые инсталляции Что у вас вызвало Такой вау-эффект Среди конкурсантов Которые были представлены Если не ошибаюсь С 2012 года Проводится этот конкурс Внутри фестиваля С 2012 года Нет Он проводит А, да Точно Вы знаете Даже лучше С 2012 В 2014 году Присоединились и зарубежные Еще Виджеи Виджеи, да Что такое Самое яркое Самое запоминающееся Может быть В двух словах Расскажем В принципе Слушателям Виджеинг То есть это как 3D мэппинг Только чуть попроще Ты сейчас усложнил Попроще нет Просто это происходит В онлайн режиме То есть в принципе Здесь нет такой Серьезной подготовки То есть просто Человек себе это продумывает А потом прям При аудитории Как он это чувствует В принципе То что вы рассказали Наверное похоже Вот как его сейчас Состояние Как его мозг Сейчас вот ими управляет Какие там кнопки нажимать И он пишет цветовую программу И он пишет цветовую программу Да Прям при зрителях И собственно говоря Вот это как бы очень важно Потому что Это как раз вот считывается Его сегодняшнее секундное состояние Ну Да Виджеинг Никакого отношения К Тути Ларсон И Александру Анатольевичу Не имеет Нет Хотя они тоже моментально Считывали И выдавали Мозговая активность Там будьте нате Конечно Как урок музыканта Да Мы не замеряли Это правда Но кстати Надо подумать У нас кстати Площадка Политехнический музей Есть Да вот теперь И вот как будто Кстати Хорошая подсказка Там было бы актуально Это да Это было бы актуально Я думаю Что можно взять на заметку Для будущего Вот я с удовольствием Такой проект На научно-музыкально-развлекательную постановку А пока побегу Для вас собирать еще что-нибудь интересное Спасибо Скоро вернусь Товарищи Продолжаем беседу С Татьяной Элифантьевой С уполномоченным организатором Фестиваля Круга Света По поручению правительства Москвы Татьяна еще раз Доброе утро Доброе утро Начали мы уже говорить Что с 20 по 24 сентября В Москве Проходит фестиваль Круг Света Но давайте коротко Все-таки расскажем Что где будет происходить Потому что мы уже Называли площадку И насколько мы понимаем На каждой площадке Все-таки тематическое шоу Ну в зависимости от того Что показывается То есть где показывается Будет понятно что показывается Вот дайте нам короткий такой обзор Короткий обзор Значит грибной канал Это 20, 21, 22, 24 Значит у нас здесь два мероприятия Соответственно первое Это такой сюжет новеллы Мюзикл О чувствах человека Что он переживает Любовь, гнев, ревность и так далее Мы это показываем С помощью Света музыки И естественно у нас фейерверки То есть площадка Где как бы есть фейерверки Очень красивая Мы уже начали обсуждать Что люди невероятно любят фейерверки И в принципе Самые снимаемые видео Это когда салют Да, когда фейерверки Да, и люди конечно Очень любят фейерверки От Круга Света А закрытие Ну как бы псевдозакрытие Фестиваля 24 число Тоже грибной канал Соответственно там у нас будут Такие большие заряды 300-400 калибра Такая очень патриотическая тема Что такое мы россияне Что нас объединяет Те кто живет на этой На этой земле Рождается в этой природе Наверное у нас какой-то есть Может быть ген Какой-то код единства Который нас в общем-то Да, то есть делает Такими как бы То есть едиными Сильными Такими Наверное Отличающимися от многих Поэтому это очень интересная Кстати Тема Это грибной канал Это грибной канал Значит театральная площадь Но год театра Как бы понятно Да, театр, театр, театр Театральная тематика Театральная тематика И вы будете как То есть гости будут Как будто в театре Потому что у нас Снова проекция 270 градусов Да Значит Коломенская Там задействован И большой театр И малый театр И малый И театр молодежи Да, то есть все И также есть Две конструкции Которые все это объединяют Получается такая Очень интересная Тема Почти что 360 Почти что 360 Хорошо В Коломенском Мы насколько понимаем Тема сказок будет Тема сказок Продолжение прошлого года Было очень удачно Все были в восхищении Так продолжаем Новая площадка у нас Останкинский парк Там соответственно У нас тема Иллюзий Фантастики То есть там тоже путь Такой скажем Световой путь Такая как бы дорога По которой вы идете И там у нас инсталляция возникает Но они такие Фантастические Если сказочные В Коломенском Здесь как бы у нас Фантастика Иллюзии Очень-очень будет тоже интересно Так Соответственно Проспект Сахарова Там у нас Очень интересный Комплекс зданий Соответственно Там у нас Стекло Бетон Вот и соответственно Мы делаем много лазера Много видеомэппинга На тему Скорость света Что у нас происходит Со светом Со скоростью света Конечно это космос Конечно это наука Вот у нас на эту тему Очень интересный Будет контент и сюжет Так А музей Победы Там наверное Какая-то историческая Вот музей Победы Значит давайте так Музей Победы У нас там Конкурс Art Vision Modern Площадка будет закрыта Только для жюри Будет открыта И для конкурсантов Потому что там идет ремонт Потому что город Все-таки продолжает жить Поэтому соответственно Мы не стали менять Ее как бы То есть закрывать полностью Потому что все-таки То есть конкурсант Уже готовится Больше полугода Из 35 стран Поэтому соответственно Очень просим Не приходите Ребята Не приходите Не надо На театральную все Все туда На театральную да И на все другие Татьяна А в прошлом году Была совершенно роскошная Презентация Такой коллаборации Би-2 и Оксимирона По-моему это выводилось На Большой театр Насколько я помню Да Вот Это тоже был конкурс Пора возвращаться домой Это тоже был конкурс Это был тоже конкурс Art Vision Classic Он тоже будет На театральной площади Соответственно Будут ли какие-нибудь Музыкальные сюрпризы Ну потому что Би-2 и Оксимирон Это было мощно Во всех смыслах Вы знаете Ну было мощно Ну прям вот Вот такого повтора Ну наверное Музыкального не будет Музыкального к сожалению Как бы не будет Но будут всякие Как бы другие Художественные Театральные Архитектурные Мэппинг будет очень красиво Опять же все что по музыке Мы знаем Кто? Маликов Дмитрий Маликов Дмитрий Маликов Ты такая Вообще интересный еще вопрос Что касается репетиции Ведь мы насколько понимаем Возможности отрепетировать Особо и нет Ну потому что Условно высвеченный Проспект Академика Сахарова Будет заметен Лягко говоря Или все-таки Удается как-то Репетировать Нет Ну мы репетируем по ночам Естественно мы делаем это Без звука То есть оборудование Ставится за несколько дней Соответственно там Где только мэппинг То нам хватает 3-4 дня Для того чтобы настроиться Ну а что касается Гребного канала Мы уже вот Можно сказать Дни 10 Потихоньку Репетируем Еще интересный очень вопрос Вот Антон уже начал Тему конкурса Начал тему Вижена И видеомэппинга В принципе Моушн дизайнеры Графические дизайнеры Да и прочие специалисты Этой отрасли Это ну очень Высокооплачиваемые специалисты Потому что это Ну реально очень сложно Все делается А вообще вот Понять порядок цен Чтобы сделать вот допустим Конкурсный какой-то проект Или сделать проект Который потом видят Зрители Круга света То есть какой это вообще Порядок цен Вот одного Такого полноценного Проекционного шоу Знаете нет Ну если это коммерческая Как бы то есть История вы спрашиваете Потому что Наши конкурсанты Они естественно У нас работают Как бы бесплатно То есть вы не знаете Сколько они затратили на это Вы знаете Мы предполагаем Соответственно Мы пытаемся Это компенсировать Потому что Те кто выходит Последний тур Например на театральной площади Где они Вот в этом году У нас полностью Все здания Задействованы Конкурсантам Даже вот эти конструкции Которые являются смежными Соответственно Мы им по-любому То есть компенсируем Да То есть некоторые Затраты Порядка тысячи долларов Каждому То есть Но у нас всего Пять команд Которые выходят На последнюю Скажем Такую стадию Но есть ощущение Что стоят Сильно дороже Вы знаете Но в принципе В первую очередь Время конечно Да Но оборудование Оно у них есть Да Поэтому Собственно говоря Это как будто Себестоимость Наверное как-то Это вопрос Сколько они тратят На это времени Как они сами Его оценивают Вот А если касаемо Круга света Ну давайте Не в этом году Например А вот в среднем Просто Сколько стоит Одно проекционное шоу Просто мне кажется Что это какие-то Заоблачные Десятки тысяч евро Вы знаете В принципе да То есть если делать Качественно Не в качестве Конкурсантов А вот так Чтобы люди смотрели Ну это несколько Десятков тысяч долларов Несколько миллионов Может стоить Да Именно так Друзья Не дешево Поэтому товарищи дорогие Не дешево Это вещь дорогая То есть если например Вот на театральную площадь 10-70 градусов Ну это Было дорогое удовольствие А изначально То есть вы Отправляете точные данные Всех зданий Да Под которые Вот они по точкам Фактически По сантиметрам Выравнивают Все световые потоки Это называется маска Полностью Маску здания Отправляем Ребят Это вот поверьте Кропотливейший Абсолютно труд Сделать так Чтобы это все Было высвечено так Чтобы вы были в восторге Чтобы вы были Восхищены Кругом света Поэтому ребят Всех приглашаем Конечно же С 20 по 24 сентября Еще раз напомню В Москве Все это дело проходит Ну и конечно Отдельное приглашение От нас Сергеем Дивидовым Вы сами знаете Парк Коломенска И концерт Дмитрия Маликова Ты одна Ты такая Ладно друзья Настало время прощаться У нас в гостях Коммуникационной группы ЛБЛ Уполномоченного организатора Фестиваля Круг Света По поручению правительства Москвы Татьяна Лефантьева Татьяна спасибо большое Спасибо вам Хорошего фестиваля Ждем вас